привет google pixel 6a тот самый народный который пользуется огромной популярностью несмотря на то что в россии он официально да вообще пиксели когда последний раз в принципе в россии продавались гугловские телефоны кажется на nexus еще перестали к нам поставляться но это вовсе не означает что купить его невозможно да вы скажете что ты припозднился с обзором на этот смартфон и знаете на самом деле все очень просто руки как-то не доходили да и дорогущий он был а вот сейчас вот запакованные 6a можно в россии купить там за 22 за 24 ну максимум за 25 тысяч рублей то есть это такой вот прям ну средний бюджетник в принципе как его в google это собственно и задумывали коробка самое что ни на есть простая но пиксели этим всегда славились читать смотреть здесь ну абсолютно не на что версия у меня европейская не японская напомню что у японцев всегда кстати да про японцев я вот отдельно в этом ролике рассказываю про смартфон от oppo у японцев всегда главное отличие одно что у них звук срабатывания затвора в камере не отключаемый ну такая специфика здесь же все будет отключаться ну и давайте же давайте же вскроем этот смартфон итак пиксель у меня в расцветке которая официально называется сейдж кажется да ну в общем это черный цвет но google его так во всяком случае позиционирует что смартфон черный сам же ну как мне кажется он все-таки не черный а скорее какой-то серый что идет вообще комплекте поставки ну комплект поставки идет смартфон коробка у нас есть кабель тайп си тайп си я думаю этот тайп си тайп си очень и очень кстати скоростной потому что смартфон то официально поддерживает usb тайп си 3.1 у нас есть между прочим вот такая интересная штука то есть сюда можно подключить по usb хабу usb а устройство периферию но конечно лучше бы они положили переходник на на три с половиной миллиметра но вот что то не положили и у нас конечно есть сим тул ну и немного немного бумаги ну бумага будет естественно на английском в россии опять же повторюсь пиксели не продаются к сожалению большому сожалению а может и к радости потому что местные торговые сети нам скорее всего зарядили бы такой ценник ну и ответственный момент ответственный момент у гугла в их фирменных смартфонах все очень и очень лаконично и давайте будем включаться так где кнопка включения кнопка включения у нас вот у нас где кнопка включения уже как-то не очень эргономично ну можете со мной поспорить в комментах конечно сказать что я что-то не понимаю ну и коль у нас версия для английского рынка то нам сразу предлагают английский язык но если он нам вдруг не подходит это я сразу отвечаю тем кто говорит что дескать телефон не для российского рынка не с ярлыком и а с русского там не будет слушайте но 22 год на дворе естественно будет везде вам русский язык какой бы вы смартфон не купили особенно если там это будет ну пиксель ну и вот сами видите все очень крайне быстро включилась и смартфон уже готов к работе так в общем если кто-то не в курсе хотя я конечно уверен что с мая месяца вам все техноблогера уже просто плеш проели с этим шастя потому что смартфон ну смартфон действительно пушка особенно если вы любите вот этот ванильный android но опять же немного о его так сказать суть о характеристиках корпус у нас металлический сзади пластик спереди горилла глаз третьего поколения естественно это вам не китайцы пленки здесь никакой не будет наклеена ну так сказать по заветам и плада если хотите дополнительную защиту покупайте ее фирменную там в магазине гугла которого опять же нет в российской федерации либо идем на алиэкспресс предложение кстати на алике этот смартфон с очень хорошим ценником сейчас продают я ставлю ссылки в описании короче у нас здесь а вот экран с поддержкой hdr и вот всяким вот этим таким сейчас давайте пойдем в настройки естественно самые пытливые знают о том какой здесь экран и на него часто многие жалуются но тут уже ничего не поделаешь дело в том что здесь нет никаких 90 герц то есть нам дают хорошую такую матрицу а ледовскую но всего 60 герц хотите 90 герц покупайте какие-нибудь старшие например 7 пиксель ну вечный у них у гугла такой рассинхрон одновременно существует недорогой условно говоря 6а и рядом с ним семерки уже будущее теперь по версиям версия у этого смартфона о памяти 1 на собственно у меня в руках 6 гигов у зелу и 128 гигов постоянной памяти никакого расширения тут нет из коробки смартфон мне кстати пришел давайте посмотрим на каком андроиде он не пришел на 12 но я думаю я обновлюсь на 13 android и если вам интересно посмотреть на 13 android на его ванильную то есть чистую версию пишите об этом в коментах и вообще если есть вопросы о этом пиксели 6а пишите их в коменты обязательно оставляйте их я сделаю большой разбор этого смартфона на состояние конца так сказать 22 года когда он именно по соотношению цена-качество является ну я не побоюсь этого слова довольно интересным предложением которое может потягаться и с истинными топами конечно из поднебесной за свои деньги как известно пиксели они всегда тащат по камерам да мы это прекрасно знаем это все разрекламировано нам постоянно говорят что вот у пикселей у них там лучшие камеры вычислительная фотография фантастическая основная камера это sony на 12 мегапикселей и это тот же самый сенсор который ставился на пока фон первого поколения от xiaomi он кажется был у пикселя 3xl и то есть это сенсор четырехлетней давности но это вовсе не означает что это плохая камера и давайте посмотрим быстро бегло так сказать на то как этот смартфон умеет снимать видео и фото и Продолжение следует... 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 Пока, пока.